Не просто соревнования, а борьба со стихией, но она практически родная для участников. Сплав по реке Сопь не из сложных, но даже тут есть свои нюансы. Достаточно интересная трасса, есть очень сложные элементы, то бишь есть где и контролировать нужно лодку, и ускориться. Елена Солодовникова из Красноярска на Ямале впервые. Чтобы удачно преодолеть эту дистанцию, как и другим спортсменам, ей пришлось постараться. Концентрация тут, наверное, много будет играть, что нужный грибок в нужном месте, ну и, конечно, сила, выносливость. На Ямале проходит чемпионат мира и Кубок России по спортивному туризму на воде. За звание лучшего приехали побороться спортсмены из России, Белоруссии и Казахстана. Соревнования проходят по трем дисциплинам – индивидуальным слалам на каяке и командам зачетах. Спуск на катамаране, парном и четверке. Участники должны преодолеть дистанцию в 500 метров, не задев ни одной вешки. Это подвешенные столбики, обозначающие ворота. Всего на дистанции 20 таких ворот – зеленые по течению, красные против. Важна каждая секунда. Не менее значима и техника. За ошибки начисляются штрафные баллы от 5 до 50. Их потом вычитают из общего времени. На каждый заплыв – две попытки. Матвей из Перми занял первое место в индивидуальном сплаве. Впереди командный, где результат зависит не только от тебя, но и напарника. Поэтому важно поддержать товарища. Мне сейчас с ним ехать, поэтому он должен быть готов к дистанции. Отлично. А вы всех так разогреваете? Ну, нет, не всех. Только своих. Это эмоциональная составляющая, также физическая составляющая. И, конечно же, твой напарник. Чувство плеча, товарища. Понимаете, сам по себе туризм – очень уникальный вид спорта. То, что он экстремальный, все это, да. Но настолько между спортсменами разных команд у них взаимовыручка, помогает. Я люблю это. Такое братство вообще получается. Международные соревнования в Харпе проводят уже второй раз. С тех пор участники из разных стран тесно общаются. Познакомившись в одном из живописнейших мест – Ямала.